По поводу движения, которые тоже тренируют во многих школах, секциях, его по-разному называют. Называют часики, лодочки, называют качельки еще. Но смысл этого движения в том, что у нас задействована внутренняя сторона стопы. И мой мяч также у нас ходит от левой к правой ноге. Покажете вам? То есть, да, мяч ходит, это движение делают в разных вариациях. Делают с места, начинают, делают движение потом. Самый важный момент, на что бы здесь хотелось обратить внимание, уже когда мы начинаем делать, в чем бывает нюанс, почему потом не получается у нас это движение вставлять, и если мы как-то обыграем, не получается потом от игрока убежать самым главным образом, если мы вдруг обыграли. Стараемся здесь, и потом от всех движений в контроле, в микроконтроле, от всех связок, которые мы будем делать, стараемся обращать внимание на то, что у нас ноги не прямые, и мы центр тяжести смещаем вниз. То есть сейчас, давай попробую сначала на прямых ногах сделать. Да. Бывает такое, вот на прямых ногах делают, я часто вижу во многих секциях там, но нам надо стараться сейчас центры тяжести смещать вниз и заряжать ноги, да. То есть, да, вот, здорово, чуть ниже. Почему мы это делаем? Здорово, спасибо. Для чего мы это делаем? Давайте сразу обсудим, для чего это важно делать. Во-первых, с прямой ноги, когда вы будете обыгрывать, ну вот давай еще разок, на прямых ножках начни, допустим, допустим, да, он меня обхитрил и куда-то мячик потом бросил, то есть меня обыграл, по сути, да. Но за счет того, что ноги у игрока прямые, нам очень тяжело будет оттолкнуться и побежать. По сути, здесь отталкивание идет только за счет голеностопа. Мы всю ногу не используем. Как вы оттолкнетесь и убежите от игрока на прямых ногах, это очень тяжело сделать. Поэтому мы центры тяжести смещаем вниз, чуть заряжаем ноги, да. Когда у вас ноги заряжены, да, здорово, вы гораздо быстрее сможете стартовать. Это первый момент. И второй момент. Если вы контролируете мяч, центр тяжести смещаете вниз, делаете какие-то ложные движения, то, скорее всего, соперники рядом, правильно? То есть рядом соперник, игрок, который нам хочет помешать, иначе бы мы ложных движений не делали. И этот соперник в любой момент может навязать вам борьбу. Абсолютно в любой момент. И чтобы нам быть готовым, да, навязать борьбу, поставить корпус и так далее, нам нужно быть заряженными также на ногах. Если у нас ноги заряжены, подсогнуты, да, мы сможем навязать борьбу, вытолкнуть также игрока, защитить мяч корпусом и так далее. Если у вас, опять же, вот делай на прямых ногах, ноги прямые, да, если игрок пойдет в борьбу, очень тяжело с прямых ног игрока просто корпусом как-то вытолкнуть. Если у вас ноги заряжены, опять же, видно, да, ножка чуть заряжена, ты делаешь, то также при контроле ты сможешь, если что, и корпус поставить. Это один момент, да. Теперь, если мы делаем часики лицом, то мы стараемся их делать уже боком, да, ну, давай-давай, попробуй сделать часики, да, боком разворачиваясь, одним-вторым. Да, здесь мы, когда делаем, не забываем подсаживаться, да, ножка чуть согнутая, одним-вторым боком. Можно даже, если у нас это получается делать спиной вперед чуть пробовать, да, при этом стараемся мячик контролировать у нас. То есть мяч все время так же ходит право-лево, право-лево. Это базовое движение, которое нужно прям тренировать, которое потом пригодится. Также, кто его быстро будет уметь делать, сможет обыгрывать, даже тут ничего выдумывать не надо. Субтитры создавал DimaTorzok